Скажи, пожалуйста, мы знаем, что твоя ситуация с Акбарсом ждет какого-то разрешения, потому что Марат Валюрлин говорил, что будет общаться с тобой, с представителем твоим, чтобы дальше, в общем, как-то решить твою судьбу. У тебя на следующий сезон как бы есть контракт с Акбарсом. Произошел ли какой-то диалог и есть ли какое-то понимание, как дальше будет строиться ваше отношение? Да, на самом деле, диалога как такого мы встретились, мне сказали, что, Вадим, вот такая ситуация, мы тебя не видим в команде, главный тренер тебя не видит в команде, ну, давайте что-то решать. Я говорю, ну, если меня не видите в команде, значит, решайте с агентом. Но я так полагаю, при хорошем раскладе это должно было быть выкуп моего контракта, выплата мне компенсации, и я поехал в другую команду. Хотя, как бы, по разговорам сейчас с Маратом Валюлиным, я так понял, что такого, скорее всего, не будет. Ведется диалог, конечно, с агентом, но не понимаю эту ситуацию. Когда команда играет плохо, вылетают в первом раунде, находят какие-то аргументы, там, старый, не старый, там, медленно ездишь. Я, перед всем этим, еще первый бомбардир команды, и меня просто выставляют за порог, так сказать, команды, но некрасивая ситуация. Вадим, а вот, ну, как ты сам говоришь, что Акбарс вроде не планирует выкупать контракт. И в чем тогда заключается ожидание, что вы договоритесь по обоюдному согласию? В чем ожидание? Я не знаю, я не знаю, что они ожидают. Сказали просто искать команду. А я думал, что на эту команду мы тогда в руки друг другу и разойдемся. Но я не думаю, что так будет. А у тебя есть какие-то, ну, допустим, вы сейчас как-то расходитесь, не знаю, как, выкуп контракта, обмен на кого-то, да, мы видим сейчас примеры, игрока меняют на молодого другого игрока, вот Слепшев, например, сейчас был обменен в Динамо. Для тебя принципиально команда из большого крупного города, я так скажу? Ну, на самом деле, Акбарс же мне никакого предложения не сказал, они бы сказали хотя бы там, у меня стоит запрет данный обмен. А если бы они мне нашли команду и сказали бы, Вадим, вот, есть такой вариант, как ты на это смотришь? Такого же не происходит. Сказали нам искать команду, и мы вот сейчас агентам не ищем команду. Ну, это немножко другая какая-то ситуация, видимо. Вадим, а вот вы разговаривали с Маратом Волюлиным, а с Гатии Тулиным вы разговаривали вообще? Нет, ни разу. Я не буду ему звонить и говорить, возьмите меня в команду. Ну, это странно вообще. Пожалуйста, возьмите меня в команду, тренер, я буду хорошо играть.